В Светлогорске двое детей пострадали при пожаре в квартире. Когда спасатели прибыли на место ЧП из окна многоэтажки шел дым. Внутри находились хозяйка и ее двое сыновей 2015 и 2018 года рождения. Помещение было задымлено. Работники МЧС вынесли детей и передали их медикам. Сейчас пострадавшие госпитализированы. В результате пожара огонь повредил имущество в квартире. Причина возгорания – детская шалость с огнем. Жлобинский районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного отдела о похищении 7-летней девочки. В июне жительница райцентра увела чужого ребенка с детской площадки в неизвестном направлении. Забила тревогу бабушка, которая не обнаружила внучки, придя домой с работы. Через два дня похитительницу задержали в Тверской области России. Ребенок был с ней. Девочка рассказала, что женщина обещала отвезти ее к матери. Белорусскую заключили под стражу и экстрадировали на родину. Уже на месте следователи провели очную ставку между женщиной и матерью девочки. По заключению экспертов, женщина страдает психическим расстройством и ей необходимо принудительное лечение. Возбуждено уголовное дело. В Мозыре посетитель развлекательного центра на замечание вести себя культурно ответил выстрелами из пневматического пистолета. Двое молодых людей попросили выпивших парней не выражаться. Началась словесная перепалка, которая переросла в выяснение отношений. Один из участников конфликта предложил разойтись мирно. Однако 19-летний Мозырянин отказался. Он отошел на расстояние и сделал несколько выстрелов в воздух, а затем открыл огонь из пневматики в 21-летнего парня, предлагавшего примирение. Обоих задержала милиция. Для экспертизы изъят пневматический пистолет калибра 4,5 мм. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Ранее он был судим за кражу. В Гомельской области за сутки произошло два наезда на пешеходов. Вчера утром в Речице водитель автобуса Масса двигался по Светлогорскому шоссе. Вблизи остановки с одноименным названием он наехал на 16-летнего юношу. Подросток переходил дорогу по Зебре. Его госпитализировали с травмами. А вечером того же дня в Мозыре на улице Иваненко на пешеходном переходе вблизи дома номер 15 водитель Вольцвагена совершил наезд на 37-летнюю женщину, которая была без фликеров. В результате ДТП ее госпитализировали. В целях предупреждения и профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, особенно на пешеходных переходах, МОЗ-автоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными и бдительными при переходе через проезжую часть дороги. Что касаемо пешеходов, то пешеходам, прежде чем перейти через дорогу, необходимо убедиться в том, что транспортные средства остановились и пропускают вас. Только после этого можно переходить дорогу. Что касаемо водителей, то необходимо помнить о том, что при подъезде к пешеходному переходу водитель должен снизить скорость и пропустить пешеходов, которые начинают движение по пешеходному переходу. Еще одно ДТП произошло в Кировском районе Могилевской области. 43-летний гомельчанин не учел дорожные и погодные условия, не справился с управлением и съехал в Кювет. Две жительницы Гомеля, 44 и 70 лет, находившиеся на заднем сидении, получили травмы и были госпитализированы. Ремнями пристегнуты они не были. По факту ДТП проводится проверка. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания.